Приветствую вас. Для начала, я бы очень хотел, чтобы вы сами для себя определили бы, что такое серьезные отношения и для чего они вам, собственно говоря, нужны. Понимаете, любые отношения, любые, абсолютно любые отношения серьезные и абсолютно любые отношения не серьезные. То есть, вот это вот само постановка вопроса, серьезные отношения уже является оценкой. То есть, вы уже по сути оцениваете ситуацию. Вы уже по сути оцениваете, значит, отношения, даже, может быть, даже не сами отношения, а перспективу этих отношений. Понимаете? А это очень сильно мешает, потому что, когда люди говорят про серьезные либо несерьезные отношения, самим отношениям, внимание уже не уделяется, самим людям, простите, внимание уже не уделяется. И это, наверное, является самым таким деструктивным фактором, который можно здесь выявить. Потому что отношения сами по себе как бы вырастают, как бы вырастают во что-то самостоятельно. Понимаете? А это абсолютно недопустимо. Вот. Ибо на первом месте всегда человек. На первом месте всегда человек. Только потом уже, собственно, отношения как, ну, как таковые. Поэтому здесь, конечно, вы уже мыслите не совсем. Я бы сказал, корректно. Итак, первое, это определить, что такое серьезные отношения. И для чего они нужны именно мне. Зачем они нужны именно мне? Почему я в них, в отношениях, так нуждаюсь. Это очень важный момент, если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит. Дальше. Вы спрашиваете, где найти человека в нашей сердце для отношений? Возникает вопрос. А что вам? Вот именно вам. Интересно. Чем вы именно вы увлекаетесь? Что представляет для вас, и именно для вас, например, живой интерес. Вот то, что живой интерес представляет. Тем и нужно, собственно говоря, вам, на мой, по крайней мере, взгляд, заниматься. То есть, если вас, к примеру, что-то интересует, да, если вас что-то интересует, если вам что-то нравится, если вас что-то увлекает, то занимайтесь этим. И вы обязательно встретите того человека, который разделит с вами ваши интересы. Ну, не нужно искать, специально искать где-то людей для серьезных отношений. Потому что, таким образом, вы обесцениваете самого человека, вы воспринимаете самого человека, ни много ни мало, как товар. То есть, смотря на него, ну, с той точки зрения, да, что хочешь ты серьезных отношений или нет. Но ведь мы никогда не можем знать наверняка, мы никогда не можем знать наверняка, готов ли человек к серьезным отношениям или нет. А если готов, если готов, то как конкретно он проявляет свою готовность? Мы же этого всего не знаем и знать не можем, и это нормально. Понимаете? Кроме того, кроме того, человеческие отношения являются чем-то естественным. Если, то есть, условно говоря, ну, находиться в отношениях, да, с людьми, это нормально. Вы же, когда делаете акцент на серьезности отношений, переводите взаимодействие из разряда естественного в разряд неестественный. Тем самым, еще больше отдаляясь от цели, потому что, чем больше вы ставите перед собой цель достичь того, что естественно, тем, тем менее доступной для вас будет эта самая цель. Это такое правило. Оно действует практически без исключений. Вот. Если у вас, значит, был опыт неудачных отношений, когда вы выстраивали отношения, ну, неудачных. Что они разваливались, или вы уходили, или человек уходил. Вот. Что это нужно анализировать, дабы скорректировать те ваши ошибки, которые приводили к разбору. Вот. Потому что вам, вы пишите вам 30 лет. Да? Да. 30-летняя девушка. Значит, опыт у вас имел место быть. Опыт был. Вот. И нужно просто определиться с тем, какие выводы вы сделали из этого самого опыта. Потому что мне кажется, что выводы вы сделали самые негативные. Для себя, вот, ну, для себя вы сделали негативные выводы, потому что, вот, теперь вы пытаетесь найти, ну, пытаетесь построить только серьезные отношения. Вот. Не отдавая себе отсчета в том, что, значит, ну, что серьезные отношения построить нельзя, потому что их, ну, их, в принципе, нет. Да? Вот. Все отношения в этом смысле серьезные. Так что, вот, вам нужно определиться таким образом со своей целью. И если вы это сделаете, а я уверен, что это не так тяжело, если вы это сделаете, то я полагаю, что многие ваши проблемы решат. Вот. Например, определите всем, для чего, собственно, они вам нужны. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Надеюсь, я Gonna. Мне кажется, что небольшое делало. От Princip. Продолжение следует...